Дорогие мастера, всем привет! Сегодня немного новогоднее настроение, потому что каждый мастер по наращиванию ресниц тоже должен уметь отдыхать. Но рубрика сегодня у нас называется «Умелые ручки». Я хочу вам показать, как можно для щеточки, для наращивания ресниц, которые вы расчесываете, свои реснички, и вы даете вашим клиентам, как для нее можно сделать колпачки. Зачем это? Обычно, когда клиенты берут у нас щеточку, часто бросают ее в сумочку, в кошелек, либо еще куда-нибудь, да, и потом этой щеточкой они драгиваются глазику, прочесывают, и, соответственно, в ней набивается все, что находится либо в кармане, либо в сумке. В общем, как можно сделать для них колпачки? Смотрите, вот один колпачок я уже сделала, да, то есть мы сюда можем спрятать нашу щеточку, и щеточка будет абсолютно чистой. Эти колпачки также могут вам пригодиться для того, чтобы спрятать ваш пинцет, то есть это как бы чехол такой для кончика вашего пинцета может быть, да. Как мы это будем делать? Это была у меня розовая трубочка, можете взять абсолютно любую, которую вы захотите, да. Теперь мы давайте попробуем сделать из белой трубочки. Нарезайте небольшие участки этой трубочки. Я уже даже много, наверное, отрезала. Берем одну из наших трубочек и слегка вы здесь стараетесь ее прижать сразу, да. Либо это этот краешек, либо это будет этот краешек. Я делаю это пинцетиком, да. То есть это не обязательно вам делать каждому вашему клиенту, но как для клиентов, сейчас, наверное, это больше видео даже подойдет идеально для клиентов. Можно дотронуться пальчиками, можно протянуть самим пинцетом, и у вас эта трубочка полностью закрывается. У вас получается вот такой вот чехол. То есть либо вы прячете его как в тубу свой пинцетик, либо используете для щеточки. Еще один лайфхак вам от меня, это как использовать бустер. Вы часто спрашиваете, что это за средство. Это средство имеет очень много, на самом деле, предназначений. И одно из них, это когда вы купили новую фирму ресниц, совершенно ее не знаете. Начинаете снимать реснички с ленты и понимаете, например, что они очень жестко и твердо снимаются. Что для этого нужно сделать? Берем бустер, его еще называют активатор клея, стабилизатор, ускоритель клея. Это все названия для бустера. Дотрагиваемся им к нашей клейкой части, то есть где реснички посажены у нас на ленту. И таким образом он немножечко делает слабее вашу сцепку между искусственной натуральной ресницей. То есть ваши ресницы очень легко снимаются с ленты. Вы легко-легко их тогда можете снять. Единственное, что делает это средство, оно как бы немножечко как смыкает. И получается, что при этом у вас еще снимается идеально красивая ножка. Потому что он сцепливает ресничку, при этом размягчая сцепку ее на ленте. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok